Привет всем! Сегодня я хочу напомнить вам о том, что дедушка Путин властью уже больше 20 лет. Этот срок превышает срок правления героя множества анекдотов Леонида Брежнева, но Леонида Була власти 18 лет. Вместо чучела возят меня! И следующая планка это уже срок правления Сталина, диктатора бывшего власти почти 30 лет. Но самое ужасное то, что россиян целенаправленно и последовательно на протяжении уже достаточно длительного времени убеждает в том, что это нормально, что нет иной кандидатуры, кроме Путина. Если не Путин, то кто? И многие с этим соглашаются и решаются выдернуть из головы тот самый провод от телевизора. Диктатор ли Путин уже сейчас и куда мы катимся всей страной? Давайте немного разберем. Почему диктаторы становятся диктаторами и никак не хотят отдавать власть? Неужели им так трудно принять демократические принципы сменяемости власти и покинуть свой пост через два срока или, может быть, даже через один срок и остаться в истории честным и уважаемым бывшим главой государства? Но вместо этого они упорно не хотят отдавать власть. Они цепляются в нее, словно энцефалитный клещ в тело. Что это такое? Это слабость, жадность или страх? Я думаю, это все вместе взятое. Это и слабость, которая не дает им принять по-настоящему мужественное решение. Это и жадность, которая заставляет их держаться за трон, набивая свои карманы и карманы своих родственников бюджетными деньгами. Прежде всего, это банальный страх. Это страх быть привлеченным к ответственности за все те косяки, те преступления, которые они натворили, стремление остаться в власти как можно дольше. Все не понимают, что власть – это их единственный шанс избежать тюрьмы или встречи с создателем. И у них уж точно нет даже малейшего желания поднимать свою страну с колен, ведь это просто для потребителей пропаганды и больше ничего. Очень часто такие лидеры борются за власть до конца, пока не возьмут вверх смерть, плохое здоровье или революция. И Путин, видимо, уже давно прошел ту черту, когда он мог бы спокойно оставить свое кресло и уйти, оставшись в истории, более-менее уважаемым человеком. Но с тех пор, как была пройдена эта черта, дров он наломал немало. Самое интересное, что ни один из таких, из так называемых лидеров долгожителей, никогда не учится на ошибках других себе подобных. Достаточно вспомнить Чаушеску, Хусейна, Кандафи, Мубарака и посмотреть, что с ними стало. А у этих ребят, видимо, еще достаточно последователей. Им всем почему-то кажется, что с ними уж точно ничего подобного никогда не повторится. Каждый из них считает себя самым умным. Все такие национальные лидеры и вожди нации, отцы народов и спасители отечества верят в свою непогрешимость. Ну или притворяются, что верят. Они олицетворяют власть, закон и мораль. Они меняют себя представителями Бога на земле. А их придворные халуи пытаются убедить в этом всех. Не нефть и газ – наше преимущество. Как вы видите, и нефть и газ могут падать в цене. Наше преимущество – Путин, и мы его должны защитить. А после Путина будет Путин. На таких чудаков работает вся государственная машина. Пропаганда, силовики, спецслужбы. Они всегда уверены в том, что народ можно выдрессировать до конца и управлять им словно стадом. Но почти каждый раз они ошибаются. Дальше немного статистики. Итак, после второй половины XX века немногим более ста национальных лидеров смогли продержаться в власти 18 более лет. И всего лишь пятеро из них были во главе демократических государств, в которых такие сроки предусмотрены конституциями. И им не приходилось менять ради этого законы страны под тасовое голоса. Их стоит назвать поименно. Это Кеканен, президент Финляндии, Эрландер, премьер-министр Швеции Пиндлинг, премьер-министр Багамских островов Уильямс, премьер-министр Трининда и Табага, и Юнкер, премьер-министр Люксембурга. Вы правильно подумали, Путина в этом списке нет. Все же остальные долгоиграющие лидеры держались за власть, не решаясь доверить свою судьбу честным и конкурентным выборам. Многие из них не были при этом монархами и для удержания власти использовали различные смеси из насилия, хитростей и манипуляций законом. Из оставшейся почти сотни лидеров недемократических государств некоторые остаются власти и по сей день. Среди них четверо являются представителями постсоветских государств. Это Рахмон, Лукашенко, Алиев, ну и, разумеется, Путин. По-хорошему, из остальной части лидеров уходили немногие. Большинство уходили по-плохому. Кто-то умирал на своем посту от старости и болезни, другие оставляли пост по состоянию здоровья. Вспомните, например, Фиделя Кастро. Кого-то просто убивали. Так, например, король Непала Берендера был застрелен собственным сыном, у которого поехала крыша. Более 20 долгосидящих национальных лидеров лишились власти в результате переворотов, гражданских войн и революций. Большинство предстало перед судом или в ужасе свалили из своих стран. Некоторые, как, например, Чаушеско, Хусейн и Каддафи, были казнены. Совсем немногие из долгоиграющих лидеров оставили свои посты по-хорошему, проиграв выборы и признав это. Но, как правило, в таких случаях надвигающаяся революция иного шанса им уже не оставляла. Так президент Замбии Каунда и президент Малави Банда или Банда решились на выборы только после угрозы революции и покушений. Другие ушли по-хорошему, но передав при этом власть своим преемникам, чаще всего родственникам. Как, например, это сделали драконовый король Бутана Вангчук и президент Джибути Аптидон. Проиграть выборы – это, кстати, один из хороших способов уйти из власти. Так, из 20 с небольшим лидеров, которые были в власти более 31 года, по-хорошему ушел только один, тот самый драконовый король Бутана. Да и тот передал власть своему сыну. Другие либо боялись отказаться от власти даже в пользу своих родственников, либо умерли на своем посту, или ушли по болезни, либо были свергнуты. По статистике, только около 25% засидевшихся лидеров уходит по-хорошему. Так называемые выборы, ну а точнее их имитация, имеют место в том числе и в большинстве недемократических стран. Россия – не исключение. У любого диктатора, ну давайте скажу помягче, у любого недемократического лидера государства в своем джентльменском наборе есть множество инструментов, которые обеспечивают ему победу на таких выборах. Это и манипуляции законом, вспомните, например, путинские поправки Конституции. Это и недопуски оппозиционных кандидатов к СМИ, да и вообще до выборов, вспомните последний закон против сторонников Навального. Далее это различные виды фальсификаций на самих выборах, ну а также более радикальные средства, такие как угроза насилия и, конечно же, само насилие. Как правило, рейтинги таких лидеров, ну а по сути диктаторов, раздуты все той же пропагандой, искусственным отсутствием иной точки зрения, подавлением оппозиции. Для того, чтобы понять, что такое рейтинг таких лидеров, как Лукашенко или Путин, достаточно обратиться к истории, посмотреть назад и понять, что в таких режимах при отсутствии гражданских прав и свобод, а также при отсутствии разделения властей в стране, эти рейтинги ровным счетом ни черта не значат. Давайте вспомним. Чаушеску, лидер Румынии, был в власти 23 года. За три дня до того, как его скинули с поста президента, приговорили к смертной казни, имел рейтинг 90%. Конечно, к суду есть вопросы, но все же. Саддам Хусейн, лидер Ирака, был в власти 24 года. За время правления имел рейтинг под 90%, но в итоге свергнут и в 2006 году казнен. Муаммар Каддафи, лидер Ливии, был в власти 42 года. Как и его коллеги, указанные выше, имел рейтинг поддержки 86%, пока не был свергнут и впоследствии также лишен жизни. Хоснем Убарак, лидер Египта, был в власти 30 лет. Тоже не отставал от своих коллег с рейтингом после последнего избрания 86%. В 2011 году он был смещен после массовых протестов и приговорен к пожизненному заключению. Умер в тюрьме. Этот список можно продолжать и дальше. С Лукашенко, например, уже все понятно, он 100% диктатор, но некоторые все еще задаются вопросом, можно ли уже сейчас называть диктатором нашего Путина. А давайте посмотрим, что представляет собой диктатура. Итак, диктатура – это форма государственного управления, при которой власть сконцентрирована в руках одного человека или группы лиц, клики или партии, монополизирующих ее, осуществляется при отсутствии контроля со стороны общества и государства с помощью различных форм насилия. В широком смысле слова под диктатурой подразумевается «Жесткая авторитарная или тоталитарная власть, неответственная перед гражданами данного государства». Бла-бла-бла, бла-бла-бла. Это, кстати, из большой российской энциклопедии. Сконцентрирована ли сейчас власть в России в руках одного человека или группы лиц? Судя по тому, как наш заседевшийся лидер предстает на телевидении в роли единственного решала всех главных проблем россиян, то, скорее всего, да. Ну, а если без шуток, то давайте посмотрим на то, как реально устроено в России, например, управление регионами. Так, в 2004 году были отменены прямые выборы губернаторов. Но в 2012 году Путин, видимо, понял, что слишком уж явно выражено в этом единоличной власти, прямые выборы вернулись в большинство регионов России. Ну, не спешите радоваться. В большинстве субъектов Федерации Кавказского региона прямых выборов нет. При всем при этом, 184-й федеральный закон прямо предусматривает отрешение руководителей регионов должности президентом в связи с так называемой утратой доверия. Неважно, выбран он родом, прямым голосованием или назначен администрацией Путина, а утрата доверия – это понятие в России вообще практически безграничное. Зашибись, получается. Выбирает народ, отстраняет от должности где-то из Москвы. По основаниям, которые, как говорится, найдутся, был бы человек. Ну, вспомните Фургала. Получается, что отмена губернаторских выборов слишком уж бросалась в глаза и было решено сгладить острые углы формальным возвратом выборов. Но изменения в 184-м ФСЗ, и в частности в статье 19 закона, фактически делают губернаторов полностью подконтрольными Путину. Это первый момент. Второй момент, и он, наверное, самый противный и позорный. Это изменение Конституции в 2020 году, когда Путин сделал то, что обычно делают большинство диктаторов банановых республик. Попросту переписал нужные статьи главного закона страны под себя, да так, чтобы быть у власти он мог еще до 1936 года. Ну, то есть с большей долей вероятности пожизненно, помимо стран бывшего Советского Союза, за последние годы многие страны Африки также ощутили на себе все прелести подобного обнуления. Несколько десятков лидеров до этого проливали себе сроки примерно таким же способом. Кто-то из них правит до сих пор. Некоторые умерли на посту, других свергли. За последние почти 200 лет в мире около 25% лидеров государств, сроки которых подошли, ну, или подходили к концу, разными способами пытались отменить ограничения, и у 71-го хитрожопа это получилось. Большая волна отмены ограничения сроков, кстати, прокатилась в свое время по африканским странам. Одними из участников этой волны были лидер Чада Деби, лидер Камерона Бия, лидер Конго Саасун Гесо, лидер Буркина Фасо Кампаоры. Последнему, кстати, жутко не повезло, когда в 2014 году он решил отменить ограничение сроков. Народ забунтовался, и бедняге в ужасе пришлось бежать из страны. Где-то в этом списке среди африканских стран теперь есть и Россия. Спасибо, как говорится, деду. Третий момент. Во главе силовых структур в России стоят лояльные Путину лица, его друзья, которые также имеют свой неплохой бонус от занимаемых постов, на который спокойно строят свои мини-дворцы и обеспечивают свои семьи. Роль силовых структур при Путине сильно возросла. Особенно ускорился этот процесс после 2014 года. И в условиях ослабления всех политических институтов происходит возрастание роли силового ресурса над политическим. Фактически в путинском государстве на данный момент мы имеем уже полноценную силовую политику. В условиях, когда суды полностью зависимы от исполнительной власти и предоминирования обвинительного уклона этих судов, не будет ошибкой также сказать, что мы имеем, и силовую судебную систему. Силовые инструментарии в последнее время власти используют все чаще и активней. Вспомним для начала выборы в Мосгордуму в 2019 году, где силами экспертов МВД и ФСБ отбраковывались неудобные для власти кандидаты, а когда на этом фоне возникли протесты, то к делу подключились Росгвардия, Следственный комитет и суды. Со временем силовые инструменты все более совершенствовались, и протесты, возникшие уже на фоне ареста Алексея Навального в этом 2021 году, подавлялись не менее активно и уже более креативно. На помощь силовикам пришли такие технологии, как система распознавания лиц. Чтобы не допустить представителей оппозиции до предстоящих в сентябре этого года 2021 выборов, власти спешно придумывают новые законы, запрещающие оппозиционным кандидатам участвовать в них. Такие законы, судя по всему, выходят практически напрямую из администрации президента, проходя формально через ручной и пораженный деменцией парламент. Силовые структуры, такие как МВД, за последние годы сильно изменились. Им внушают, что служить нужно не народу и закону, а власти и тем, кто эту власть удерживает. Планка репрессий поднимается все выше, силовые структуры при этом держатся в особом коллективном кулаке небольшой группы лиц, находящихся у власти во главе с Путиным. И все менее адекватными становятся их поведение и приоритеты. Со многими руководителями, которые потом попали в Гарский трибунал, мне не буду скрывать, посчастливилось и повезло работать вместе, взаимодействовать вместе. Это и Милошевич, и Караджич, и генерал Младич. Четвертый момент – это насилие со стороны государства, лицензия на которое, судя по всему, выдается самой верхушкой режима. Я говорю об убийствах и покушениях на убийство политических оппонентов, критиков и врагов режима. Кого-то из них убили, кто-то умер при загадочных обстоятельствах. Последние известные факты – это попытки убийства Скрипаля и Навального, а также череда других отравлений, предположительно совершенных ФСБшниками-отравителями. Опять ко мне привязался, вот мне, и пришлось от него избавляться. За последнее время были закрыты или уехали из страны, опасаясь преследования, много людей, оппозиционных взглядов. Политиков, которые планировали баллотироваться на грядущих выборах, и которые без сомнений создавали реальную угрозу партии власти и лично господину Путину. В отношении них возбуждаются непонятные уголовные дела. Власть готовится к этим выборам, понимая, что честно их не выиграть. Поэтому шансов попасть на выборы реальным оппозиционным кандидатам, создающих настоящую конкуренцию, нет. Так же, как и нет шансов у нас увидеть честные выборы. И что это, если не очередное применение инструмента по удержанию власти со стороны человека или людей, ее захвативших? Итак, все основные признаки диктатуры в России налицо. Власть действительно сконцентрирована в одних руках, ну или у группы лиц. Доступные обществу реальные формы и методы контроля власти фактически отсутствуют. А оставшиеся постепенно уничтожаются все новыми репрессивными законами. При этом режим открыто использует насилие как инструмент по устранению оппонентов, подавлению протестов и удержанию власти. Так что ответ на вопрос заданный выше – да. Путин, черт возьми, диктатор. У меня на сегодня все. Это была моя точка зрения. Соглашаться с ней или нет – решать только вам. А пока ставьте лайки, оставляйте комментарии, делитесь данным видео и подписывайтесь на этот канал. Здесь вас никто не обманет. Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!